Дамы и господа, в эфире Маунт Шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт Шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт Шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, поехали. Сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. При новости в Якутии могут начать собственное производство топлива в связи с ситуацией на рынке бензина, заявил глава республики Айсен Николаев. По его словам, якутское правительство волнует доступность топлива для населения. На повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива, заявил Николаев. Он добавил, что с июня оптовые цены на литр, а 92-го и 98-го повысились на 8 рублей, а 95-й на 9 рублей, а литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. При этом розничные цены на АЗС, САХ, нефть, газ, сбыта повысились на 4 рубля 80 копеек. Скоро заживем по-новому и свечной заводик свой заведем и еще кое-что. А что, так можно было? У нас будет свой НПЗ с блэкджеком и с низкими ценами. Якутского, пожалуйста, полный бак. Ну что, Димон, доультиматовался. Это лишний раз доказывает, что наше правительство политические импотенты. Ну да, если правительства нет, а его по ходу нет, раз умудряются говорить, что не могут регулировать цены, то регионам приходится самим выкручиваться. Люди такими темпами скоро сами себе начнут делать операции. Вырезать аппендицит, например. Это точно. Еще пару таких выкрутасов от нашего правительства и нефтяников, и народ сам начнет покупать нефть Саудовской Аравии и гнать его в бензин. Потому что так будет дешевле. Если сейчас в Якутии со своим топливом прокатит, то в регионах то же самое может начаться. И это правильно. На рынке топлива появятся конкуренции и цены станут адекватными. Молодец, Николаев. Думает о россиянах больше, чем не Димоны. Якуты не перестают удивлять. Например, мэр Якутска. Не в этом выпуске, но в одном из других я расскажу о ее достижениях. Не мэр, а золото. Человек с большой буквы. Вот. Раскрыты планы России по колонизации и освоению Луны. Роскосмос планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу. При этом изучение спотика Земли будут проводить роботы-аватары, сообщил РИА Новости Дмитрий Рогозин. Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны, заявил Рогозин. При этом он не уточил, когда это все будет реализовано. Твою ж дивизию не хватало, чтобы еще и Луна на землю упала под чутким руководством Рогозина. «Территорию России колонизируйте сначала. Деревни, там бедные города. Посмотри, какие кратеры! Красота!» Ужасно интересный болтун, но со своей Луной уже утомил. Он как Кеша из мультфильма. «Вы не были на Таити?» «Нет, не были! И не хотим там быть! Мы хотим, чтобы у нас дома был порядок в России!» Когда уже будет новость про то, что Рогозин наконец-то что-то сделал? «Дмитрий Рогозин 29 декабря 2015 года во время стрельбы в Тире случайно пульнул себе в ногу». «Ну вот! Можешь же, когда хочет!» «Ой, стоп! Что он там себе сделал? Как я мог пропустить эту новость в 2015 году? Я ж теперь себе не прощу этого!» «Да ладно, хорэ гнать! Комбайн-то построил! Всяко лучше, чем ничего!» «Роботов-аватаров на Луну». «Не этих, случайно?» «Но вдруг, если что, надеюсь, там реально освоят Луну, а не бюджет, как это было с космодромом». «Дальше». «Ведомости Ростелеком повышает абонентскую плату за домашний интернет. Вслед за ним увеличить стоимость услуг планируют и другие провайдеры. Цены вырастут по нескольким причинам. «Повышение НДС с 18 до 20 процентов, подорожание оборудования и контента из-за ослабления рубля и выполнение требований закона Яровой». «Стабильность. Что не новость, то запретить, то подорожал. Слава богу, в очередной раз и зарплаты не подняли. Я не удивлюсь, если они скажут, что это из-за повышения цен на нефть. «НДС, значит. Пакет Яровой, значит. На вас это не отразится, говорили они. Вы этого даже не заметите, говорили они. Ну, замечаем! Отражается! Причем каждый день!» «Вы что, нам врали? Никогда такого не было. И вот опять. А с виду приличные люди. Смешнее всего это то, что 20-ти процентный НДС еще не вступил в силу. Только в следующем году вступит. «А уже какие яркие победы!» «Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Тише, я больше не могу!» «Хотите, сделаю предсказание. Завтра или через неделю сто пудов снова что-то подорожает. А хотите, еще более мощнецкое предсказание сделаю. Ничего у нас дешеветь не будет. Все! Я могу взять приз в битве экстрасенсов. Давайте!» Дальше. «Русал решил вернуться в Россию. Реа новости. Русал принял решение о перерегистрации с острова Джерси на территорию России. На такой шаг компания решилась из-за санкций США. В настоящее время United Company «Русал» зарегистрирована на крупнейшем офшоре – острове Джерси. «Русал не принял решение, а был вынужден. При таком раскладе он готов и на новой земле зарегистрироваться. Да уж, возвращение блудного сына. Получается, эти сраные санкции вправду идут нам только на пользу?» Как говорится, не было бы счастья, да highly likely с хакерами побегли. Ждем передислокацию Челси с Абрамовичем в Россию. Но я в полном ахтунге вот отчего. Компания, добывающая российские природные ресурсы, была зарегистрирована не в России, а в мать ее, в офшоре? Это вообще как понимать? Перерегистрировать и национализировать, и точка. Ребятки, подпишитесь на наш телеграм-канал. Пожалуйста. МИД России имеет свой телеграм-канал. Ряд СМИ имеют свой телеграм-канал. А я, как уже говорил Ване, мы что, самые лысые, что ли? Подпишитесь. Ссылка в описании. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор. Так сказать, за бугрокости. Пожалуйста. Ре-новости. В случае войнушки с Россией европейские страны столкнутся с серьезными проблемами транспортировки, считает генерал-лейтенант НАТО Ян Брукс. По его словам, при переброске солдат и техники на потенциальный восточный фронт, члены НАТО столкнутся с недостаточной мобильностью. Речь идет о вопросах логистики. Найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность портов, отремонтировать старые железнодорожные пути. Забыли про местных ГАЭшников, которые вас не пропустят. Логистика, твою мать. Поверьте, логистика будет меньше из ваших проблем. Трудности с транспортировкой. Куда? В ад? Заварушки от силы на полчаса. Придурки. Вы просто не успеете столкнуться с логистическими проблемами. Так что, генерал... Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Она тебя сожрет. Нам, кстати, про логистику думать вообще не приходится, когда у нас есть такой союзник, как Йиллстонский вулкан. У этих генералов есть какая-то идиотская мечта. Повоевать с нами. Но не получается. А если не получается, то можно хоть поговорить об этом. Это как дурак думкой богатеет. Все время одержимы Восточным фронтом. Из века в век. И из века в век получают по заднице с сапогом. Как только эта задница перестает болеть, снова лезут на Восточный фронт. Только вот этот генерал не понимает, что в этот раз трудностей не будет ни у кого. Ни у них, ни у нас. Как говорится, кто в ад, кто в рай. В общем, что хотел сказать-то? Не лезьте к нашим границам, и не будет никаких проблем. Нафтогаз приступил к выполнению плана Б в связи со строительством Северного потока-2. Об этом заявил директор компании Юрий Витренко. Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы требуем более 12 миллиардов долларов. Это компенсация за то, что не будет транзита через территорию незалежной после 2019 года. Заявил Витренко. Я без пропитания вставаться не могу. Где же я буду харчевать? Я не понимаю, у нас что, есть какой-то святой документ, обязывающий пожизненно снабжать великих газом? После 19-го гуляйте, контракт, все. Подайте в суд на природу за то, что обделило вас нефтью и газом. И МВФ счет предъявите в окуляр сексиллионов за отказ МВФ предоставлять вам кредит. Силу Сибири строим, в Китае, тоже в обход Шумерии. Подавайте срочно в суд. А помнится, в 2014 году кричали, что сами перекроют вентиль, и что москали будут ведрами носить газ в Европу. Похоже, они уже согласны сами носить эти ведра, лишь бы не потерять транзит. Ну ничего, Витренко, надежда есть всегда, пока не доберетесь до плана «Я». В общем, у вас есть в запасе еще 31 план. Дальше. Ре-новости. Депутат Верховной Рады Юрий Чижимаре обвинил канцлер Германии Ангелу Меркель в потере Крыма и Донбасса, потому что она выступала в 2008 году против вступления Шумерии в НАТО. А при чем тут бабулька Меркель? Это вы променяли Крым на печеньки? Такими темпами Шумеры и Бандеру скоро обвинят. Эти сразу поняли, что бабулька уже хромая утка, и начали поливать ее автофекалиями. Транзита газа скоро-то нема. Надо срочно придумывать, с кого можно взять гроши. И вот. Но я буду ржать, если она останется канцлером. Вот это будет зрада. Прямо как с Трампом во время выборов. Целовали пятую точку Хиллари и топили против Дони. А теперь не знают, как стать его любимой женой. Дальше. Портал Бизнес Инсайдер опубликовал рейтинг наиболее сильных армий Европы, в котором Россия заняла первое место. Второе место заняла Франция, а третье – Великобритания. В топ-10 попали Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция. И на 10-м месте Незалежная. А на 11-м месте, я так понимаю, Ватикан? Да вранье поганное. Я не верю. Брешут. Самая сильнейшая, мощнейшая, супер-пупернейшая армия – это Шумерская. Щит Европы. Все это знают. Они только из жалости не штурмуют Волгу и не берут Кубань. Так что читайте список топ-10 наоборот. Они первые с конца. От европейской Жмаринки до европейского Крыжополя каструльная армия у всех сильней. Ну, 10-е место – это перемога, я считаю. Пятый год сдерживают, или какой там уже год? Да, уже запутался. Но самое главное – сдерживают и побеждают сильнейшую армию Европы. Дальше. Ре-новости. Игорь Масичук пригрозил России оккупации. Как написал парламентарий в Facebook, Москву в 1612 году освободили не от польских интервентов, а от украинцев. История повторяется. И в современной Москве следует ожидать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем. Вы разбудили нацию воинов. И теперь ее может успокоить только оккупация Москвы и разрушение Кремля. Да, заявил придурок Масичук. Так лже-дмитрий был шумером? Поляки произошли от кастрюль? Но это так, пустяк в истории протоукров. Ведь государственным языком древней Греции была мова. Оккупация. Да вы уже давно захватили Ленинградку. Оккупантки вдоль трассы стоят. Эти воины нации давно уже простулись. Войн харедов. Все его глубокомыслие у него на одухотворенном лице написано. Тут психиатры бессильные. Ему могут помочь только ветеринары. Трон Смарт. Самые дерзкие и зубастые аксессуары. От самого дерзкого и зубастого футболиста Луиса Суареса. Трон Смарт Мега. Такая маленькая, но такая мощная колонка. 40 ватт и сабвуфер. Весь район услышит, но особо не увлекаетесь. А то получите по шапке от соседей. Трон Смарт Трим. Самый тонкий и самый легкий в мире пауэрбанк. На 10 тысяч миллиампер часов. Конкуренты по сравнению с ним просто кирпичи. Только до 12 ноября. Скидка аж полторы тысячи рублей на все. Но только на первые полторы тысячи устройств. На всех не хватит. Ссылка на шикарные аксессуары от Суареса с мега скидкой в описании. В общем на этом все. Если выпуск вам понравился. Не забывайте подписываться на наш канал. На нашу страницу вконтакте, в фейсбуке, в телеграм, инстаграм. В одноклассниках, где есть информация о готовящихся выпусках. Ссылки в описании. Ну и конечно ставьте лайки. Дорогие мои. Берегите себя. ПОДПИСМЕНТИЯ ПОДПИСМЕНТИЯ Субтитры подогнал «Симон»